В эфире программа «Новина региона» у студии Олены Мелешенковой. Витаю вас сегодня у выпуску. В Могилеве прогучали первые аккорды «Золотого шляхера-2017». Головная трасса Могилевшины ростуется до других европейских гульнях. Коли пойдет первый снег и какие-то сюрпризы рыхтуют на дворье? Больше подробно в нашем выпуске. Могилевским желатином затекавились вытворцы харшовой продукции Японии. Худка Украины у заходящего солнца отправить первую парту товару. У Воголе могилевское предприимство, якое вырабляет харшовый желатин, 80% продукции поставляет на экспорт. Подробностей у Татьяны Сергейчек. Могиле уличший монополист по вытворчести харшового желатину не только в Беларуси, а и на постсоветской просторы. Тому и география поставок продукции широкой России, Казахстана, Молдовы, Украины теперь открыты новым направлением – Япония. Летость краина у заходящего солнца закупила пробную парту у 10 тонн. Все лето у разы повеличила заказ. Первая партия – 20 тонн. Почему-то японцы захотели получить не морским транспортом, а авиатранспортом. Вот первая партия, в принципе, на этой неделе должна уйти. Но мы ждем предоблажа. После этого будет совершена отгрузка. Чего не прорабатывается в Вьетнам, ну и другие страны. Те же южные страны – Грузия, Теджикистан, Теджикистан. Харшовым предприемствам Беларуси потребно только 20% желатину от того объема, что выравляем Могилев. Остатнее продает за мяжу. Вытворчить, працую круглосуточно. На линиях установлены специальные камеры, которые дозволяют операторам надзирать за процессом в онлайн-режиме. Мы смотрим, как проходит у нас желатин на дробилку. Мало ли там поломало что или дробилка у нас остановилась. Мы здесь просматриваем. Производство наше должно безотрывочно работать. До речися первой Могилевский завод не выравляет столярный клей из-за вытворчейся якова и был смурот у так званым рабочим поселку. Теперь на предприемстве выпускают только харшовый желатин. За лик модернизации линии и ее удосконаление, что год идет нарушивание объема в творчестве, что в свою чергу уплывая на себе кошт продукции и рентабельность. А и она складает, до речи, 20%. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новины региона. У Могилев начался международный музычный фестиваль «Золотый шляхер-2017». Программу открыл концерт оркестра народных инструментов у меня Леонида Иванова. Под аккомпанемент могилевских артистов классичные «Золотые шляхи» распевали сусветные зорки оперной сцены Чингис и Олена Айшеевы. Попоры из творчества Леонида Утесова и замежные шляхеры, народные спевы и ары из оперет и мюзиклов. Концертная программа на любой густ, навод самый потребовальный. С первых аккордов, с первых творов артисты сорвали аплодисменты могилевской публики. Мы не ожидали, что с первой песни они сразу так тепло примут, сразу начнут кричать «Браво!» То есть уже градус концерта совсем другой. И нам тоже сразу приятно работать, мы стараемся уже отдаваться полностью. С уместнозорками оперной сцены у оркестра народных инструментов была только одна репетиция. А у Раджане складывалось, что могилевские музыки аккомпануют Олене и Чингису Айшеевым не первый год. Великолепный оркестр, ребята, смотрю, зажигает, каждый как индивидуальный личность, артист, это видно сразу. Классичные творы, вешные шляхеры. Яны пройшли выпробование часом. Их выканание для любого артиста – это свой особливый экзамен. Возможность есть приобщиться к искусству, приобщить широкие слои, широкую публику, в том числе и к различным видам искусства. Публику ведь надо воспитывать тоже, потому что если ничего не делать, ничего не будет. Классическая музыка, она вечно, скажем так, она не подвергается моде, она всегда интересна публике. У меня гордость такая за наш город, когда проходит этот золотой шляхер у нас. Перший концерт пройшел с аншлагом. Классика на тое и классика, как назавжды заставаться золотым шляхером у всех часов и народов. Ирина Борделовская, Денис Бутылин, Новины региона. Поздняя капуста и цукровые бураки в области завершается уборка огороднины. Как поведомили у Аблсельхасхарча, работа сделана на 98%. С поставленной задачей подрихтовать в палетке до зимы до конца кастричника повинны справиться. Как означает у Аблсельхасхарча, селета на Могилевшине уродила бульба, збожживая и бураки. Так само собрали добрый уроджай и льну. Бульбы на запасе ли больше за 130 тысяч тонн. И уроджайность ее выше минулогодней. Середняя уроджайность цукровых бураков – 363 центнеры с гектара, что так само богато. Дорогие, селета повеличили и посевные площадки под эту культуру, бо она оказалась рентабельной. А вот кукуруза селета не дотягнула. Отбылась поздняя весна, и культура не поспела выспеть. Не хопила ее солнце, стверджают агрономы. Тому аграры убрали по колькрыгу больше за 20% кукурузных площадок. Кукурузу молотить как на зерне, так и на силос. Дорожная служба Могилевской области рихтуется до других европейских гульнёв. Организационный комитет с поборницей пропоновал дорожным службам надать отметностям о ландшафтном оформлении галлонным трассам Беларуси. У нашей области идет працан над транспортными развязками. Молодыми древами упрыгожить трассу Могилев-Минск. Усё, отповедно деталевому плану, ягу разглядали на республиканской нараде, присвешенной под рихтулцы до других европейских гульнёв. Размова ишла и про внешний выгляд дорог, по яких будут вандровать замежные гости. Прас Могилевскую в область проходит 7 таких трасс. Одна из них связывая наш областный центр и столицу. Работники дорожных предприемств Могилёвщины начали працу с упрыгоживания двух узровневых развязок. На каждой развязке будет иметь свои какие-то вкропления неповторимые. Я могу показать и проект, они очень красиво будут в итоге смотреться. Читаем, значит, можжевельник, который стелится. Дальше лох серебристый, очень красиво покажу. И пошли деревья. Таким убашат туристы уезд в Могилёв сбоку Минска. Ландшафтом займаются инженерно-техничные специалисты. Праца, кажут, не профильная, а литиковая. Коллектив больше сплочается на субботниках, занимаемся общим делом. Весело проходит и с пользой время. Прекрасная погода. Мы сажаем здесь деревья. Здесь будут расти каштаны, ивы. Надеемся, проезжающие мимо водители будут рады. Не первый уже опыт? Да, не первый. У нас постоянно мы садим. Больные деревья вырезаем, здоровые засаживаем в свою лесополосу защитную. Ну, знаете, что уже здесь получится, да? Да, здесь получится красиво. Как в городе на кольцах. Целком озеленить усе транспортные развязки плануется до 1-го листопада. Будет высажено коля 2 тысяч древа и кустов. Уздовж дорог будут красоваться у тымлику вербы, барбары, с каштаны, клены. А весной завершатся работы по озеленении дорог и на инших трассах Могилевской области. Андрей Шуляк, Юрий Аласов, Новинрегиона. Заблукалага грыбняка знайшли у Славгородским районе. 76-годовый мужчина провел в лесе больше за сутки. Йон отправился у тихое поливание ранецы у субботу. Коли у вечера не вернулся до дому, женка и сын звернулись у Славгородский райотдел милиции. Правооховники разом с воротовальниками организовали пошуки. Прыкладно, у 11-годин ранецы пенсионеры знайшли каляраки СОЖ у Капе Сена. Там Йон провел ночь, а температура по ветру ночу опускалась ниже и за нуль. По словах потерпелого, Йон отшувая себе добра, и медицинская допомога ему не спотребилась. Только летость 32 человеки из Могилевской области заблукали у леса. Место знаходжения большинства из них было установлено. Двое из Шерковского и Бабруйского районов до этого часа лишатся зниклыми безвесток. Каб не только на Бога спадевалися, супрацовники ДАИ и представители церквы объедналися у своих намерах не допустить трагеды на дорозе. И суместно долучилися до республиканской профилактичной акции «Час стать предметным». Супрацовники Держаутоинспекции Могилевы вырешили скорыстаться ситуацией и наведали у областным центры одно из самых шматлюдных мест в опошнего часу. А Мальты день бяскунцем потоком люди идут поклониться мощам Матроны Московской. Держаутоинспекторы пройшли до гэтых людей с фликерами. Инспекторы огучивают трагичные факты. В области с початку года под колами автомобилев загинули 15 пешеходов, 10 из них были без фликеров. А тому и святоры, супрацовники ДАИ, закликали у всех, кто пришел у храм, быть больше важными на дорозе, не разыковать своим и чужим життем. Есть хорошая пословица русская «На Бога надейся, а сам не плашай». Поэтому помощь Божья, помощь святых угодников, с одной стороны. А святые отцы говорят, что должна быть не только помощь Божья, но еще и наши усилия, и наши усилия, сиэнергия, труд Божий и труд наш. Поэтому и мы должны жить небеспечно, но тщательно-тщательно смотреть о том, как мы живем, где мы ходим, куда мы бегаем, где наши дети, где наши внуки, и как они какое время свободное не проводят без нашего ведома. Под час службы святары просили за здоровье усих людей и пожидали им безопасности на дорогах. 24-го Кастричника с 0 до 4-го день ранец. У Могилёву будет перекрытый рух усих видов транспорта по улице Чалюскенцев. Побыч с Могилёвским рынком. У Могилёву распочались дни кино «Туровская-8». Дни они присвечены памяти народных артистов СССР Виктора Турова. Урадженца Могилёва. Не выпадковыми на это у Кастричнику ладится форум. Гэтый месяц слезоносный у жити знакомитого режиссера. Он народился в 1936-м годе 25-го Кастричника. А помер празд 60-го годов так само у Кастричнику 31-го числа. У день народжения Турова, каля кинотеатра родима, отбудется митинг с ускладанием кветок до мемориальной дожки мастера. Под час днен кино «Туровская-8» с 23-го по 25-го Кастричника во всех кинотеатрах Могилёва пройдет ретроспектива киностужек, снятых Туровым. И в эти дни запланована премьера документального фильма по сценарию «Яго вучня» Александра Анисимова, Виктор Туров «Дыхание життя». Перший снег по прогнозе синоптиков мы убачим уже на гэтым тыдне. Зараз на двор и на Могилёшине вызначая в область повышеннага атмосфернага тиску. Однако и в ближайшие дни тиск протягне расти. По прогнозе на ближайшие дни у ауторок будзе в облачный переважный без опадков. У нашей ранницы слабый туман и гололёдзица. Ветер у сходни 4-9 метров за секунду. И уже довольно холодно. У ночи устойливый минус 3-8 ниже и за нуль. У день слупок термометра не датягнется и до плюс 10. По в области шыкается плюс 1, максимум плюс 6 градусов. Ясше больше пагоршится на дворье у четвер 26-го кострычника. Часом по в области шыкаются опадки, мокрый снег и у день дождь. У ночи ранницы туман и гололёдзица. Узмацнится ветер. Парывы могут досягать 14 метров за секунду. А температура по ветру у день складе до плюс 7 градусов. Беларусы проиграли Франция, але заховали шансы трапить у элитный раунд. Такий выник матчу другого туру отборочного цикла до юнацкого чемпионата Европы по футболе. Нашей сборной засталося провести опошнюю сустречу, якой треба перемагать. Але не усе будет залежать от выника гэтага матчу. Падрабязнасти у наступном сюжете. Французы – дзеючые чемпионы Евро. Гэта добра ведау и тренерский штаб нашей сборной и юные игроки. Сдобыть очки у гэтым матча – неверагодная удача. Але пасля поражения со Словенией беларусам треба было разыковать. Першими забили господары, але зарабили гэта у свои вороты. Пасля пропустили ясше два мяча. И только на приканце сустрече реализовали 11-метровый. Другое поражение у отборочного раунда. Нам надо было либо побеждать, либо брать свое очко. Ну, не совсем получилось. Но к ребятам проявили характер. Попытались сыграть с позиции контроля мяча в каких-то моментах. Ну и, конечно, в принципе, с точки зрения позиционной обороны, ну, практически выполнили установку на игру. По крайней мере, играли со страстью, с желанием. С этой точки зрения я доволен. Но результат, конечно, не удовлетворительный. У сяроду беларусов чекая пошній мач отборочного циклу. Треба перамагать Казахстан. При таким раскладе наша команда займит третье место у группе, что при отповедных умовах так сама дать шанс пройсти далей и трапить у элитный раунд. Ци справдятся с падзяванни, а б гэтым стане ведома, калі завершатся матчы в усіх 13-ти отборочных групах. Андрей Шуляк, Діаніс Бутылін. Новини регіона. Актуальні новини в області на нашым сайті. А я на гэтым з вами развітвуюся. Дякую за увагу і до зустречі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Продолжение следует...